Алексей Алексей Сегодня наша программа не о помощи отдельной семье. Сегодня наша программа о помощи сразу 4500 людям, которые по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Это дети из детских домов, дети из неблагополучно-социальных семей, пожилые люди без родственников, инвалиды, проживающие в домах престарелых, и многодетные матери-одиночки. Каждая из них нуждается в заботе и поддержке. Ежегодно Православная служба Милосердия проводит сбор подарков в рамках акции «Подари радость на Рождество». Сегодня принять участие в этой акции можем и мы с вами. И речь не идёт о дорогих подарках. Для таких людей намного важнее внимание и моральная поддержка. Во время поздравлений Православная служба Милосердия рассказывает о том, что родился богомладенец. И несмотря на то, что у некоторых нет ни родителей, ни близких, у них есть Господь, который о них заботится, печётся и никогда не оставит один на один с их проблемами. Дорогие друзья, на самом деле сразу хочется сказать, дорогие друзья, милосердия. Я думаю, что сегодня нас точно смотрят люди неравнодушные. И если мы на самом деле просто сейчас закроем глаза и вспомним наше детство, наши любимые праздники, праздник Рождества Христова, это один из ключевых, самых светлых и радостных, то мы точно всегда ждём каких-то подарков однозначно. А если ребёнок ждёт от папы и от мамы такой подарок, то, к сожалению, так много детей, которых папа и мама поздравить не могут. И такие дети есть в наших окормляемых детских учреждениях. Это дети и сироты, есть дети социально неблагополучные. Мы все знаем, что такая болезнь, как туберкулёз, она всё-таки посещает чаще всего детей, которым не хватает любви и внимания. И дети, выздоравливая, иногда остаётся в детском учреждении, потому что их даже вовремя не забирают родители домой, к великому нашему сожалению. Такие дети, не избалованные вниманием, наверное, как никто, будут рады даже маленькому подарку к Рождеству Христову от нас. Поэтому я вас призываю оказать милосердие, порадовать свою душу. И это можно сделать разными способами. Это можно зайти на сайт «Якобые милосердия» и любую просьбу, призыв, который там увидите, её можно своим каким-то пожертвованием прикрыть. Это можно приехать на Кирова 65 в храм Успения Богородицы и оставить что угодно. Это может быть какая-то канцелярия, это могут быть наборы для творчества, это могут быть какие-то сладости. И всё, что может порадовать любого ребёнка на земле. И мы точно с радостью это примем. От вашего имени вручим. И какие-то счастливые фотографии на нашем сайте вы в итоге можете увидеть. И вместе с нами сорадоваться празднику. Татьяна Курлаева – руководитель патронажной службы и куратор дома-интернат «Малахит» для пожилых и инвалидов. Конечно, как всегда, планируем поздравлять с Рождеством. У нас в патронаже 100 подопечных. В «Малахите» проживает порядка 350 человек, плюс ещё сотрудники, санитарки, медработники, руководящий состав, которых мы тоже поздравляем всегда. На патронажных адресах у нас подарок стандартный. Это и внимание в адрес наших подопечных, которые очень часто одинокие. И в то же время им небольшая такая продуктовая помощь. Мы в подарок кладём продукты, которые... Долгого хранения, чтобы у нас было время спокойно их развести, чтобы ничего не испортилось. Крупы, консервы, подсолнечное масло, чай либо кофе, сладости, то есть к чаю что-то, печенье, конфеты, мармелад, пастила. Чаще всего стараемся класть что-то мягкое, потому что с зубами у многих проблемы. Поэтому вот, ну, мармелад, пастилу, что-то такое стараемся класть. Также по возможности кладём сахар и средства гигиены. К примеру, влажные салфетки, зубная паста, шампунь. Ну вот, то есть предметы, которые в любом случае будут нашим подопечным нужны. И, как знак внимания, приятны. А в Малахите мы поздравляем всех и проживающих, и сотрудников мандаринкой на Рождество, конфеткой и открыткой. Вот, и улыбкой сестёр и добровольцев. В Малахите, конечно, всегда мы идём с батюшкой, там окормляющий священник-отец Георгий. Мы проходим все этажи, певчие поют калятки, добровольцы и сёстры милосердия раздают подарки. То есть атмосфера в этот день всегда такая очень праздничная, радостная. И всегда нас ждут и радуются. Дорогие наши друзья, дорогие телезрители, мы потихонечку приближаемся к дню рождения Господа нашего Иисуса Христа. Мы все вместе идём путём рождественского поста. Кто-то более усердно, кто-то менее. И осталось совсем немного, и пришло время нам подготовиться к встрече с нашим Господом. И затем эту встречу постараться продолжить для наших подопечных. У нас более 4,5 тысяч подопечных, бедных людей в той или иной степени, которых мы будем в эти дни, святые дни, святки навещать, приветствовать, радоваться и радовать о Рождестве Христовом. И в разные наши направления, как ручейки, как солнечные зайчики от солнца, потекут наши добровольцы, наши сёстры Милосердия, и в подшефные учреждения социальной защиты и здравоохранения, и к патронажным нашим подопечным на дому, и к деткам, и ко взрослым, и к бездомным. И мы так прикинули, что для того, чтобы всех охватить, и хотя бы небольшой подарочек передать, необходимо более 350 тысяч рублей, на которые мы сможем сделать разные сувениры, комплименты, добрые подарки, и что-то на память оставить в руках и в сердцах наших подопечных. Нам очень нужна ваша помощь, без вас никак. Прошу поддержки, прошу участия, соучастия в поздравлении наших подопечных. Радости, праведности и мира о нарождающемся младенце Христе. Дорогие наши телезрители, объединив свои усилия и проявив искреннее милосердие, вместе мы можем творить намного больше добрых дел. И если в житейской суете мы не забудем о тех, кто нуждается в нашей помощи, то тысячи одиноких детей и взрослых получат искреннюю радость на Рождество. В общей сложности Православная служба милосердия поздравит с Рождеством 14 детских учреждений и 10 взрослых. За последний год подопечных стало больше на несколько сотен человек. Каждого, кто нуждается в помощи, Православная служба принимает к себе под крылышко и проявляет о каждом из них свою заботу. Дорогие наши телезрители, чтобы добровольцы и сестры милосердия смогли порадовать и поздравить такое большое количество подопечных не только на словах, но и вручить им небольшие подарки, необходимо собрать невероятно огромную сумму 352750 рублей. Помочь поздравить несколько тысяч одиноких детей и взрослых можно очень просто, отправив смс на короткий номер 3443 с текстом SSP2, пробел, и указать любую сумму, например, 100. Кроме того, вы можете сделать перевод банковской карты через наш сайт www.ekb.miloserdia.ru. Если у вас остались вопросы или вы сами хотите обратиться к нам за помощью, звоните по телефону 8-343-200-0704. Диспетчер Православной службы милосердия ответит на все ваши вопросы. Меня зовут Алексей. Я учусь музыке уже несколько лет. Я люблю играть для людей. Насколько я себя помню, я почти ничего не слушаю. Я бы очень хотел слушать этот мир. Как я и как все мы. Но все, что слышит Алексей, это... У Алексея есть шанс услышать наш мир и музыку, которую он играет для нас. Вы можете помочь ему. Это стоит всего лишь чашки кофе. Сделайте пожертвование на сайте www.rudakov.слышит.рф Для вас это пара минут, а для Алексея – новая жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова